всем привет это more reviews я сергей черкасов и сегодня смотрим на android приложения май mail mail это довольно таки неплохая альтернатива клиенту от корпорации добра gmail выглядит довольно таки симпатично так выглядит лента входящих сообщений слева у нас аватарки или же фотографии контактов отображаются свайпом вправо вызывается вкладочка созданных папок в данном случае это папки gmail аккаунта которые созданы были там также можно посмотреть отправленные за все время спам и корзину где же имеется возможность очистить корзину и маска выйти из аккаунта и мой чат это другое приложение от данного разработчика поддерживается мульти аккаунт насть можно спокойно добавить еще один аккаунт и пользоваться google yahoo outlook mail аой или любую другую почту какая у вас есть внизу видим отзывы связь с разработчиком и настройки настройки не сильно широкие здесь можем включить выключить нотификации собственно проиграть музыку включить выключить вибрацию выставить время когда нотификация будут звучать от дом выставить фильтры и настройки приватности здесь же выбирается память возможность выставить размер для кэша собственно это 25 50 100 200 или 300 мегабайт очистить кэш и загружать прикрепленные файлы никогда только по вай фай или всегда смотрим дальше возможность выставить подпись который будет автоматически добавляться ко всем вашим письмам возможность включить выключить поворот экрана включить выключить собственно аватарки в списке почты и подтверждение подтверждение спрашивать разрешение или нет при удалении или при этом притом когда отмечаем письмо как спал также возможность добавить контакты из адресной книги с аватарками ниже видим помощь которая нас перебрасывает в браузер видим помощь собственно информацию о приложении здесь у нас версия за какое число и куча всяких условий использования и так далее уже говорил не блещет широкими настройками да они в принципе здесь и нужны учитывая что google автоматически сейчас сортирует письма по соц сетям спам и т.д. и причем не всегда это работает корректно то я предпочитаю использовать данное приложение вот так вот выглядит письмо внутри вверху видим тему ниже видим надпись от кого можно посмотреть детали от кого такой аккаунт если приложение содержит письмо содержит изображение то все это выглядит вот так вот снизу видим 4 иконочки это удалить отправить в спам перенести в другую папку либо же ответить вот переключателями можно переключаться между первыми вторыми последующими письмами также свайпом влево вызывается меню которое позволяет отметить письмо как прочитанное не прочитанное собственно поставить метку отправить в другую папку пометить как спам или удалить чем мы занимаемся также присутствует поиск по письмам смотрим ну вот видимо верен ну и снова таки поиск работает как по самому автору письма так и по текст словам внутри все довольно таки удобно так вот выглядит меню написания письма видимо кому темы объекты и собственно подпись которые вы выставите можно прикрепить файл файл изображение или меня и файл файл из другого приложения и собственно возможность выбрать что именно приложить контакт фото либо же через диспетчер файлов выбрать нужное вам вложение довольно удобный почтовый клиент я перешел с gmail на него ни минутки не жалею всем советую приложение абсолютно бесплатно и доступно в google play market ставьте пользуйтесь и наслаждайтесь с вами был сергей черкасов more review всем удачи пока